Без беседы святителя Анна Затоваусова Если же согрешит, просидев брат твой, поиди и обличи его между тобою и им одним. Если же послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Евангелие от Матфея, 18 глава. Он повелевает их обличать, но обличать только наедине, чтобы обличение в присутствии многих свидетелей не показалось слишком тяжким, и обличаемый, вместо того, чтобы исправиться, не сделался еще наглее. Поэтому говорит, обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Что же это значит, если послушает? Если осудит самого себя, если сознается в своем грехе, то приобрел ты брата твоего. Не сказал, ты достаточно отомстил ему, но приобрел ты брата твоего. Показывает, что он, что от вражды происходит вред тому и другому. Не сказал, он получил пользу только для себя, но и ты со своей стороны приобрел его. А этим показалось, что и тот, и другой, прежде того, много теряли. Один терял брата, а другой собственное спасение. Тому же учил он и тогда, когда сидел на горе. То оскорбившего он посылал к оскорбленному и говорил, если ты предстоял тарю, там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Пойди прежде, примирися с братом твоим. Евангелие Матфея, 5 глава. То оскорбленному повелевал простить ближнего. Прости нам, долги наши, как и мы прощаем должником нашим. 6 глава Евангелия Матфея. Так он учил говорить в молитве. Здесь все употребляет и другой способ. Не оскорбившего посылает он к оскорбленному, а последнее к первому. Так как оскорбивший от стыда неохотно бы пошел просить прощения, то он посылает к нему оскорбленного и посылает его с тем именно намерением, чтобы исправить происшедшее между ними расстройство. И не говорит обвини или укори, или потребуй от него суда и наказания, но только обличи. Слово обличи, не другое, что значит здесь, как напомни ему о грехе и скажи ему о том, что ты от него претерпел. Если это будет сделано, как должно, то ты сделаешь два дела. И себя будешь оправдывать, и другого склонять к примирению. Аминь. Аминь.